Добрый день, друзья мои! Идет последняя декада мая. Но май, да и вообще весна в этом году такая холодная, что у меня до сих пор разные весенние цветы. Хотя начинает распускаться то, что более крупная, более яркая. Как, например, вот эти клематисы. За эти несколько дней ветреная погода очень сильно их потрепала. Это клематис. У меня все клематисы третьей группы. Они обрезаются на две-три почки, снова отрастают, цветут на побегах текущего года, поэтому проблемы с ними нет никаких. Посмотрите, какой он нежный, какой он изящный. Он немного выгорает на солнце, но в этом году даже не было такой возможности выгореть, потому что и солнца то не было. Вот молодой распускающийся клематис, наверное, выглядит немного поярче, потом станет чуть бледнее. Клематисы третьей группы очень неприхотные. А рядышком клематис, у которого нет названия. Я думаю, что это клематис президент. Очень крупный, гораздо ярче, не выгорающий. Вот даже не помещается в ладошку. Начинает распускаться вильделеон. Это известный клематис, наверное, есть он практически у всех, но это его только первый цветочек. Он значительно меньше, но он гораздо ярче. Его малиновая окантовка с розовой серединкой настолько характерна, что его никогда не спутаешь ни с кем другим. Но он пока еще весь в бутонах. Посмотрите, вот бутончики маленькие, маленькие бутончики, то есть они будут набирать сил, увеличиваться в размере. И зацветет тогда, когда зацветет эта плетистая роза Индигалета. Она тоже вся в бутонах и еще не цветет. А вот рядышком красная роза уже начинает цветение. К сожалению, она без запаха, но от этого она не стала менее очаровательной. Конечно, бутонов еще гораздо больше, чем цветов. Цветов еще практически нет. Несколько-несколько штук только раскрывается. Когда она раскроется вся, зрелище будет изумительное. Я обязательно сниму и покажу вам полное цветение роз. Розы вообще все еще в бутонах. А вот клематис зацвел. Сейчас подойду поближе и сниму этот клематис третьей группы. Посмотрите, какой он яркий. Середина ярко-розовая, даже малиновая. А окантовочка сиреневая. Он почти не выгорает на солнце. Остается такой же яркий. Бутоны продолжают раскрываться. Полураскрывшиеся цветы. Еще есть бутоны. Ну, то есть он будет становиться гуще, ярче, красивее. Хотя и сейчас от него просто трудно оторвать взгляд. Но удивить я вас хотела совсем не этим цветком. Я хотела вам показать изумительно красивое цветение вейгелы. Давайте пройдем. У меня перед домом растет два куста вейгелы. И на улице еще один. Посмотрим по очереди все. На пути попадаются маки. Продолжает цвести водозбор. А это молодой. Совсем-совсем молодой. Первый год цветения. Три цветка. И тоже уже крупные. Вот так цветет куст герании. А это только набрала бутоны. Скоро будет еще один куст розового цвета. Хотя нежно-розовый уже вот зацвел. Посмотрите. Вот этот клематис расцвел одним из самых первых. Он уже практически выгорел. Вот этот цветок, пожалуй, самый яркий. Он растет в розе. С одной стороны я его оставила. А с другой стороны, вот эта арка розовая. С другой стороны арки я его этой весной пересадила. И была уверена, что он не зацветет. Но, как ни странно, посмотрите. Клематис посаженный два месяца назад, пересаженный. Все-таки зацвел. И довольно неплохо. На вторую опору я посажу осенью клематис, который в другой стороне розы. Я все-таки считаю, что его нужно сажать отдельно. Много споров ведется по поводу соседства розы и клематиса. Конечно, роза это естественная опора. И клематис по ней хорошо взбирается. Некоторые советуют посадить в разные углы. С одной стороны клематис, с другой стороны посадите розу. Кто-то говорит, нужно сажать в одну яму, тогда они одновременно растут, не мешая друг друга. Мое мнение, клематис отдельно, роза отдельно. Все то, что у меня растет в розах, я осенью пересажу в свободное плавание. Я думаю, что им будет гораздо лучше. Ну а теперь то, ради чего я сюда пришла. Медленно поднимаю камеру. И вы увидите вот это вот чудо. Ну разве не чудо? Посмотрите на эту вигелу. Цветов столько много, что веточки еле удерживают их. Все они наклонились вниз, потому что такое множество цветов очень трудно, очень сложно удержать. Совершенно неприхотливое растение. Цветет довольно долго. Украшает мир, как яркая, нежная невеста. Очень трудно взгляд оторвать. Хочется остановиться и посмотреть на эту красоту. Посмотрите на эту красоту без моих слов. Я думаю, эти цветы, это растение, саму расскажет о себе. Не надо его расхваливать. Достаточно только посмотреть и восхититься. А сейчас я перейду к другой вигелии. Ярко-красный, с белыми тычинками. Которая цветет настолько огнино, что просто не выдерживают веточки. Они все практически лежат на земле. Посмотрите, какое количество цветов у этой красной и белой. Она просто вся усыпана. Поэтому она лежит на земле. КОНЕЦ КОНЕЦ Только одна веточка еще не лежит. Она лежит только потому, что цветы на ней еще не распустились. А как только они распустятся, она отяжелеет и также опустится вниз. Вот такое чудо. КОНЕЦ 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 Но это еще не все. Пойдемте на улицу. Я покажу вам еще одну вигелу розовой. Май всегда очень яркое цветение, очень пышное, гвоздика, белоснежная ясколка, но как будто бы действительно поляна из снега. И не важно, что проходящие из середины, сорвали для кого-то букет. Наверное, он был кому-то очень нужен. Отцветает чабрец. Становится не таким розовым, становится больше зеленым. Вот такая поляна летом будет зеленая. Посмотрите на этот зеленый пышный куст. Это санталина. Она скоро засветет. Она набрала бутоны. Можно полюбоваться цветами ярко-желтыми ромашками, а можно постричь ее и получить снова ровный зеленый пышный куст. Еще одна санталина и тоже с бутонами. А на заднем фоне розовое вигело. Сказать то, что ее веточки облеплены цветами, это значит ничего не сказать. Они просто вот на каждом сантиметре. Сейчас я подойду поближе и сниму поближе. Это я снимаю издалека. Сейчас я подойду поближе. Множество пчел. Посмотрите, сколько на ней цветов. Причем распустились не все. Здесь есть еще бутоны. То есть она будет еще гуще. Хотя, казалось бы, куда уж тут еще гуще. На заднем фоне зацветает жимолость. Вот с таким красивым аборигатным листом. Ну, конечно же, цветы вигелы затмили цветение жимолости. Если бы их не было, она бы сразу бросалась в глаза. Но когда вот такое сумасшедшее цветение, когда море розовых цветов, конечно же, весь взгляд всегда сразу падает на то, что более яркое, более красочное. Поэтому все останавливаются и говорят, какая красивая вигела. Одна вигела на фоне другой вигелы. Изумительно прекрасные обе. Пусть всех вас ждет добрый, хороший день. Как замечательно заканчивать видео. Я всем-всем желаю доброго дня. Пускай все задуманное сбудется. Пускай день будет замечательным. Пускай вам на пути попадаются только добрые, хорошие люди. До новых встреч! Продолжение следует...